Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Когда-то давно, настолько давно, что уже, пожалуй, неправда, мы с ненаглядной зашли в одно кафе с итальянской кухней в Москве. Я заказал уже не помню что, а она выбрала лазанью с лососем и шпинатом. Мне тогда, да и сейчас сочетание рыбы, травы и теста показалось странным. Вообще лазанью с классическим рагу-баланес и соусом бешамель я обожаю, а вот такой никогда не пробовал. Решил, надо исправлять упущения, проштудировал итальянцев и не только их, и вот сегодня и стадический момент. Итак, мне понадобится для соуса бешамель молоко, мука, масса сливочная, лук репчатый лук-порей, лавровый лист, стебли петрушки, базилик, тимьян, мускатный орех, черный перец. Для непосредственного лазанья листы теста, рыба, шпинат, лайм вот такой пожукший и кусочек пармезана. Хорошо бы еще белого сухого вина не забыть. Так, к сожалению, вчера не нашел в магазине нормального рыбного филе, поэтому вот набрал таких кусков, стейков. Ладно, начну я с ароматизации бешамеля. И это самый важный момент. Если вы не ароматизируете молоко, то вы можете получить хороший по консистенции соус, идеальный или не идеальный, это не важно. Но того самого вкуса, за который французы так ценят бешамель, вы не получите. Молоко в кастрюльку. Лук репчатый распополамить. Смотрите, какой у меня сегодня нож. Это Самура Рептил. Обалденная форма, обалденная ручка, сталь АУС-10, заточка на линзу. Просто, просто какая-то феерия, фантастика. Блин, я тащусь от самуродских ножей. Теперь надо свернуть букет гарни. В идеальном варианте, конечно, такие травы, как шалфей и тимьян, лучше в свежем виде использовать, но у меня их нет. Поэтому, чтобы молоко потом не процеживать, использую ситечку для чая. Все, сейчас довести молоко до кипения, убавить огонь до самого слабого. Если у вас газовая плита, то оставьте на рассекателе. И нужно оставить где-то минут на 20-30 напитываться молоко всеми этими ароматами. Тем временем рыбу подготовлю. Надо шкуру снять и от костей избавиться. И теперь со шпинатом разберусь. Хочу немного прогреть на сковороде. Чутко ароматного оливкового масла. Так, молоко уже ароматизировалось, пора заняться бешамелем. Подробно уже показывал в предыдущих роликах. Если не забуду, прилиплю ссылочки в углу. Сейчас в сухой посудине слегка обжариваю муку. В этот раз жарю совсем немного. Мне крепкий оттенок сегодня не нужен. И сильный аромат орехов тоже не требуется. А масло надо вмешать. Ну, а теперь молоко по частям. И вот это самый главный секрет получения бешамеля без комочков. Все сказки про холодное молоко в горячей ру. Или-то наоборот, фигня полная. Главное, пока предыдущую партию не размешали, следующую не добавляйте. Ну, а вот если все хорошо перемешивать, то никаких комочков не будет. Супер! Остается довести его до вкуса. Соль, черный перец и мускатный орех. Отлично! Мешамель готов. Остается разобраться со шпинатом. Немного сухого белого, чтобы подкислить. И немного соли. И лайма. Все. Снимаю с огня. Можно собирать лазанью. На дно немного соуса. Вот так. А затем тесто. А теперь запекать. Примерно полчаса при 180 градусах. А затем примерно еще минут 15-20 при 130 градусах. Ждем. Надо уже попробовать и выяснить, от чего я шарахался столько лет. Так, ну-ка, вот этот шматок я сейчас здесь отрежу. Крайне неудобно трескать такие блюда. Невкусные, но поедать их неудобно. Вот этот кусок. Он с такой зарумянившейся корочкой. Это и бешамель, и сыр зарумянился. Пахнет очень приятно. Слушайте, вкусно. Вот реально вкусно. Очень классное сочетание рыбы, нежной такой, и вот этих листочков. Железистый же вкус у шпината такой. С легкой кислинкой из-за лайма и вина. Они прям классно сочетаются. Действительно, прям отлично сочетание. Чужья. Чужья, раньше-то не пробовал такую. Жирновастенько, конечно, очень. Очень вкусный и бешамель, и мука здесь. И сыр. Ароматизированный бешамель. Это чудо. Слушайте, готовьте. Все, 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 заканчиваем. Я сейчас буду есть, дело за кадром. Спасибо за компанию. Напоминаю. Самура Рептил. Вот эти дизайнерские ножи. Аус-10. Великолепнейшая заточка. Заточка на линзу, для тех, кто понимает. Аус-10, я вам напомню, это одна из самых классных ножевых столей. Для кухников, по крайней мере. Есть, конечно, гораздо более крутые такие стали. Всякие порошковые и прочее. Но для кухника это все излишнее. Аус-10 прям, прям просто супер. И ручка. Чрезвычайно удобная. Прям класс. Я уже рассказывал, да? Вот эти скругления вот эти вот. Они не набивают палец. Короче, промокод Фреско. Поможет вам сэкономить. Спасибо за компанию. Всем пока. Все, я трескаю. Отрескаю эту вкуснямбу. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...